Здравствуйте, уважаемые зрители канала Протвиток! Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня мы поговорим об уходе за малиной весной. Малину можно разделить на несколько групп. Первая группа это сорта летнего срока созревания. Ягоды у них созревают на побегах прошлого года. Вторая группа это ремонтантные сорта. Ягода созревает как на побегах прошлого года, так на побегах текущего года. То есть мы можем получать два урожая. Однако в наших климатических условиях ремонтантную малину лучше выращивать для получения второго урожая осеннего на побегах текущего года. В зависимости от группы уход за малиной разный. Итак, начнем с летней малины. Уход за летней малиной мы начинаем уже в конце марта, начале апреля месяца. В первую очередь нужно приступить к обрезке, если мы не провели ее в осенний период. Удаляем старые отплодоносившие побеги в первую очередь. Также удаляем все сломанные побеги, тонкие побеги, загущающиеся побеги, а также побеги с признаками заболеваний и с признаками вредителей. В первую очередь присмотритесь к побегам. Если на них есть вот такие вздутия, это называется галы, значит в таких галах зимуют вредителей. Малинная галица. Такие побеги нужно безжалостно удалить, вынести за пределы участка и сжечь. Кроме того, не следует допускать загущение в малиннике. На квадратный метр должно остаться 15-20 побегов малины. Если мы оставим большое количество побегов, тонких побегов, то будет загущение. В итоге не будет хорошей освещенности нашего малинника, будет риск возникновения различных заболеваний, будут активно размножаться вредителями и урожай мы получим не слишком хороши. Важной процедурой ранней весной является обрезка верхушки побегов малины. Это нужно делать для того, чтобы было лучшее кущение. В итоге будет образовываться больше боковых ответвлений, будет больше цветов и значит будет больше урожая, а также малина будет получать больше солнца. Верхушки побегов удаляем примерно на 15-20 сантиметров. Также за зиму эти верхушки могут быть подмерзнуть, если побеги хорошо не вызрели. Их также нужно удалить до здоровой части побега. После того, как мы провели все необходимые работы на малиннике, приступаем к обработке. В весенний период малину нужно обработать трехпроцентным раствором бордосской жидкости для профилактики возникновения заболеваний. Что касается ремонтантной малины, уход за ней немножко отличается. Ремонтантную малину после плодоношения поздней осенью я срезаю под самый корень. В итоге вместе с побегами выносятся все возможные заболевания, которые на них могли присутствовать, а значит обработку весной проводить не нужно. После того, как я осрезал все побеги, в осенний период я эмульчирую посадки ремонтантной малины компостом. Компост содержит в себе много органики, много питательных веществ, а значит ранней весной подкормку ремонтантной малины я не провожу. Подкормку минеральными удобрениями провожу лишь в тех случаях, когда не хватило органики для мульчирования. Грядка осталась не замульчирована на зиму. Значит весной, когда начинается активное сокодвижение, с земли появляются первые молоденькие листочки. Это примерно апрель месяц я подкармливаю ремонтантную малину азотными удобрениями. Это может быть мочевина, либо аммиачная селитра. На метр квадратный вношу 30-50 грамм удобрения и заделываю его в почву. Что касается подкормки малины летнего срока созревания. Если вы эмульчировали малину в осенний период органикой, значит весной малину не обязательно подкармливать азотными удобрениями. Питания хватит из компоста либо навоза. Если подкормок вы не проводили, почва у вас бедная, питательных веществ в ней мало, то подкормка азотными удобрениями лучше провести. Опять же используем аммиачную селитру, либо карбамид для подкормки. Понадобится 30-50 грамм на квадратный метр площади. Ухаживать за малиной не так уж и сложно. Если вы о ней позаботитесь, то летом у вас будут вкусные и сладкие ягоды. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok